Мы долгое время с вами находимся в прекрасном творческом союзе. Идем рука об руку, можно сказать, уже на протяжении нескольких лет. И всегда в лице Ирины Николаевны, в лице артистов оркестра находим понимание, поддержку. И прекрасные проекты реализуем совместно. Я хочу пожелать, конечно, здоровья, творческих проектов, успехов, всего самого хорошего, благополучия вам, ваших семьях. Ирины Николаевны, в лице артистов оркестра, в лице артистов оркестра, в лице артистов оркестра. 25 лет со дня основания коллектива. Уже 12 сезон им руководит Ирина Николаева, педагог Магаданского колледжа искусств и почетный работник культуры Магаданской области. Сейчас коллектив состоит из 30 человек. Среди них как молодое поколение, так и старожилы коллектива. Те, кто стоял у истоков Метелицы, вместе с его основателем Александром Хухлаевым. Тогда, в 1995 году, состав ансамбля насчитывал 14 человек и сам Александр Иванович, который был выпускником тогда еще Магаданского музыкального училища. По специальности домрист, а по жизни преданный своему делу талантливый музыкант и композитор. Он автор уникального сочинения «У пенных вод Седого моря» для четырехголосного хора, а также не без его участия увидел свет сборник музыкальных произведений Вадима Козина. По словам людей, с которыми работал Хухлаев, он был не только профессионалом своего дела, но и чутким и внимательным другом – каждому музыканту. В начале это был самодеятельный коллектив, ансамбль русских народных инструментов. Он основывался на базе, просто были любители своего дела, жаждущие. И, конечно, Александр Иванович, который такой душечеловек, к которому мы просто приходили. Приходили в основном не просто репетировать, играть на музыку что-то, а вот было общение, был вот такой союз людей, которые... Потом это все превратилось, начали мы играть, изображать музыку. Сначала был ансамбль, это был 1994-1995 год. И, конечно, Александр Иванович Хухлаев, который стоял у истоков этого коллектива. Мы его часто вспоминаем, практически постоянно. Мы очень благодарны ему за то, что вот он нас тогда организовал, он нас объединил. И его очень не хватает нам. В то время, период 90-х годов, времена были тяжелые. Многие это знают не понаслышке. Что еще могло объединить и стать отдушиной для любых слоев общества? Только музыка. Народная, близкая и понятная широкой русской душе. Именно тогда Александр Иванович решил подарить людям оркестр русских народных инструментов. Творчество коллектива стало, без преувеличения, спасительным для людей в те непростые годы. В его составе звучали гусли, жалейки, балалайки, домры, баяны. Оркестр стремительно набирал популярность. Был неоднократным участником различных творческих конкурсов, гастролировал по Магаданской области, а также выступал в Хабаровске, Омске, Челябинске, Твери и Москве. Неоднократно выезжал за границу и давал концерты в Румынии, Японии и США. Сам Хухлаев стал участником и лауреатом многих смотров и фестивалей страны, в их числе первый, второй и третий всесоюзные фестивали народного творчества. Александр Иванович считал важным демонстрировать творческие силы Магадана. Он уделял много времени занятиям с детьми, которые подают надежды в творческом проявлении. Он всегда держал в поле зрения лауреатов региональных и городских конкурсов и способствовал их развитию. Метелица и сегодня продолжает дело своего основателя. Участники коллектива являются инициаторами творческого проекта «Звездный шанс в Магадане». Он направлен на выявление талантливых детей, воспитанников учреждений дополнительного образования, которые получают возможность поработать с профессиональными творческими коллективами города, получить опыт и навыки от мастеров. Юбилейный концерт Метелицы не оставил сомнений в том, что все сказанное выше – не пустые слова. Музыка Иснушки и Метелица! Ай, браво нашей публике! Как она хорошо реагирует! Сегодня 12 февраля в Малом зале Муниципального центра культуры оркестр Метелица празднует свое 25-летие. Этим коллективом я руковожу 12 сезон. Программа концертного выступления «Овширная». Мы представляем три блока. Это обязательно детский блок. Мы были инициаторами «Звездного шанса» игры детей с профессиональными оркестровыми коллективами. Второй блок у нас знаком с солистами нашего оркестра. С нами сотрудничают солисты Магаданского музыкального театра. А третий блок у нас представляет впервые – это казачий блок. У нас принимает участие колынский казачий хор. Плюс в этом блоке примут участие ансамбел Лоскарей, школа номер 14, руководитель Марина Павленко. Мы, конечно, рады будем нашему магаданскому публику порадовать нашим выступлением, чтобы у всех было отличное настроение, чтобы знали, что и колынские коллективы тоже носят свою лепту по воспитанию наших зрителей. Действительно, коллектив ведет динамичную и непрерывную работу. Репертуарный арсенал пополняется все новыми и новыми инструментовками, а коллектив – молодыми исполнителями. Но и не отпускает сердца тех, кто влился и работает с ними не первый год. Мы пришли на репетицию «Метелицы» и поговорили с одним из таких артистов. «Метелицы» У меня, конечно, хорошие, теплые слова. Почему? Потому что Ирина Николаевна, увидев меня при одном из выступлений, подошла ко мне и конкретно мне сказала, «Так, ты мне нужен, будешь как солист». Конечно, приятно было услышать. Все-таки, как-никак, коллектив, он уже тогда был достаточно значительный. И мне пришлось работать в то время, когда она меня позвала, но с серьезными такими вокалистами. Это как Мария Леонова, Камелия Герасимова, чуть-чуть попозже пришла, буквально через полгода, наверное, и Юрий Трофимович Филипчук. Один был тенор, причем мне это все как бы помогло. В каком плане? В плане повышения мастерства. И пение с ними, дуэтом, квартетом мы там иной раз пели. И приятно было, очень приятно было с ними работать. Коллектив, тем более, это чисто профессионалы, как преподаватели, как и их ученики, которые привлекаются туда. Владимир Иванович очень тепло отзывается о коллективе и его руководители. По его словам, несмотря на тщательный отбор исполняемого репертуара, Ирина Николаева все же оставляет вольницу для души каждого артиста. С удовольствием принимает предложенные композиции в работу И дает раскрыть в произведениях различные состояния души. А не это ли главное для человека творческого? Прожить грусть, радость, любовь, трепет И неисчислимое количество эмоций, написанных автором. Прожить и донести благодарному слушателю, дотронувшись до струн его души. И сегодня, спустя 25 лет, Метелица собирает полные залы своей аудитории, А коллектив обновляется молодыми артистами, Которые перенимают мастерство и культуру. Без сомнения, можно сказать, что дело Александра Хухлаева живо. Метелица не только является коллективом высокого уровня, Но и как добросовестный старший товарищ Взращивает новые таланты и воспитывает культурную смену поколений, Что без сомнения, крайне важно в любые времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин